Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Родилась в пути, как проводники анапского поезда кушерами стали. Точки проката маломерных судов в экватории Черного моря. Как исключить появление стихийных технических зон, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Об этом говорили сегодня на краевом видеоселекторе. Глава Анапы Сергей Сергеев внес ряд предложений по упорядочиванию этой сферы деятельности. Водные аттракционы, гидроциклы и прогулочные яхты. Вряд ли можно представить отдых на море без этих развлечений. Но для властей курортного города они каждый год становятся проблемой. Потому что нет четкой правовой основы для организации технических зон на воде. Вице-губернатор Кубани Сергей Усенко, курирующий развитие курортных территорий, поднимает проблемные вопросы. Например, кто должен обеспечить хранение изъятых у нарушителей маломерных судов. Сочинцы, например, под расписку оставляют на хранение участников. Но вряд ли стоит перенимать этот опыт. А кто будет отвечать, если негодность приведут на этом причале? Согласно расписке будут отвечать... Да нет, ну вы, давайте, за все отвечает муниципалитет. У меня два объекта снесли на пляжной территории. Со следственного комитета они выходят уже неделю. По нашему постановлению, по решению комиссии, по публикации в суде, мы привели, вот, я думаю, Евгений Владимирович знает, приводим пляжи в порядок, за зимние эти. Снесли два объекта и сегодня то же самое будет и сплав средствами. Поэтому, Сергей Павлович, здесь проблему надо как-то вот... Мы готовы исполнить, но мне кажется, надо решение, чтобы оно было единообразное для всех. Я потому и спрашиваю, потому что я не вижу нормативной базы, почему муниципальные... У нас муниципальные образования отвечают за все, что не случится. Там гром на горе тоже виноват глава муниципалитета, получается. Пока я вижу, что вы ответственны за это только административно, потому что вас нагружают традиционно всем. Но я прошу норматив какой-то. А вот опыт Анапы, когда муниципальные пляжи обслуживает специально созданное муниципальное предприятие, наоборот, рекомендовано взять на вооружение. Аритовать пляжные территории на лето по понятным причинам стремятся многие предприниматели, часто приезжие. Результаты их коммерческой деятельности плачевны, поэтому приоритет должен быть отдан здравницам, считает мэр Анапы. У нас 80% успеха нашей работы зависит в предоставлении пляжа. Вот давайте согласимся, если мы сегодня эффективному собственнику, санаторию будь то, пансионату, предоставим пляжную территорию долгосрочную аренду, то он нам сделает Европу. У нас, я переговоры такие веду, у нас по Пионерскому проспекту проходит конвенционный коллектор, у нас есть вода. Будут временные сооружения и душевые кабины, и все. Но для этого мы должны не на сезон предоставлять, не на 11 месяцев, а на длительный период. И тогда будет образец. А то, что останется, тогда можно предоставлять тем, кто хочет на этом делать бизнес. Инициативу главы курортного города должны услышать законодатели. Российский Союз Туриндустрии не ожидает резкого роста цен на внутрироссийские туры. Об этом накануне заявил вице-президент Союза Юрий Барзыкин. Кстати, он совсем недавно был в нашем городе и принимал участие в выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». Рост будет, но на уровень инфляции. В целом-то, о чем говорили, взрывного роста не будет, отметил Барзыкин. Об этом уже сейчас говорят продажи. Практически по ценам прошлого года можно забронировать себе тур и в Крым, и в Краснодарский край. Вице-президент Российского Союза Туриндустрии сообщил, что за прошедший год из инфляции рост цен на туры в Сочи составил в среднем 9%, в Анапу – 14%. Однако владельцы некоторых объектов размещения, стремясь выиграть в конкурентной борьбе, сохраняют и даже снижают цены. Заявление некоторых представителей Туриндустрии о резком росте цен на внутрироссийские туры Барзыкин назвал «неумелым продвижением». Напомню, что во время совместного интервью с министром туризма Краснодарского края глава нашего города назвал планку в 7%. Именно настолько повысится стоимость услуг, по мнению Сергея Сергеева, если не будет резкого скачка цен на продовольствие и энергоносители. Анапа стала первым из четырех городов, где стартовал краевой проект «Кубанская школа вожатых». Сегодня на базе филиала Московского педагогического госуниверситета имени Шолохова прошли первые занятия. Освоить новую профессию может любой желающий, но и отбор планируется весьма жестким. Для начала будущие вожатые сами разбились на отряды. «Давай здесь!» «Костер уже должен быть перед ними». «Давай, давай про музыку трубу». «Давай сидим, мы вас и вас, да». Будущие вожатые начинают с того, что готовятся представить себя на сцене. Первые сотни участников краевого проекта по подготовке вожатых для детских лагерей разбили на пять отрядов. «Я не буду есть этот суп!» «Суп очень полезная еда». Показать себя – это фактически их первое задание. Впереди три учебных сессии, каждая по два дня с полным погружением. Общая продолжительность экспресс-курса – около 90 часов теории и практики. По сути, базовых знаний, обладая которыми, тем не менее, уже можно будет работать. «Как работать с инициативой детей, с возрастом, с их желанием. Как правильно организовать общие детей на то, чтобы они имели личностный рост». В проекте принимают участие молодые люди, которым от 18 до 29 лет. Некоторые уже имеют опыт работы вожатыми и повышают квалификацию. А Ирина увидела, как работают вожатые, будучи участником форума «Регион 93». «Я хочу стать вожатой. Я очень сильно хочу стать вожатой. Я хочу общаться с детьми, хочу чему-то научить, привить какие-то им свои интересы и позаимствовать у них. Ну, как бы расширить кругозор свой». Ирина из Усть-Лабинска. Приехала в Анапа, потому что здесь живут друзья. Всего в крае начинают работать четыре таких тренинговых центра. «Анапе оказано честь, и мы рады. Мы зовем всех сюда. У нас удобно, у нас приятно. Мы можем все это сделать, организовать. И те ребята, которые обучатся, большая часть все равно получается нашей. Они, даже если не попадут в число тех 160, они в любом случае знания эти получат, нужные. И они останутся у нас актив, работать в городе, участвовать в мероприятиях. «Город-курод Анапы известен во всей России, как действительно площадка для детского и молодежного отдыха. Анапа обладает, во-первых, своим собственным педагогическим учебным заведением. Во-вторых, Анапа – это один из самых сильнейших городов, муниципалитетов в сфере молодежной политики. Ну и, в-третьих, активность молодежи города-курода Анапы – это действительно пример для подражания в масштабах всего края». По оценкам организаторов, в проекте примут участие около восьми сотен молодых людей. Набор еще идет. Чтобы заявиться, необходимо будет заполнить форму на сайте или анкету в молодежном центре 21 век. В итоге 160 финалистов получат специальные сертификаты, которые позволят начать работу на таких площадках, как молодежный форум «Регион-93», Всероссийский детский центр «Смена», Всероссийский детский центр «Орленок». Возвращаясь к истокам, как казаки к конным переходам из станицы Гостогаевска в Натухаевску ездили в нашем материале. Раннее утро. У памятника первым переселенцам станицы Гостогаевской собрался народ. Провожают в путь своих казаков. По давней традиции на дорогу их благословил батюшка. И, как старые времена, провожать вышли всей станицы – учащиеся школы, местная администрация и простые жители. Цель мероприятия – это военно-патриотическая работа с молодежью, ну и возрождение казачества. Сейчас пройдет служба здесь. Отец Николай проведет службу. И потом, значит, поконим наше казачье знамя, понесем в станицу Гостогаевск. Со слов Владислава Трофимова, сегодняшний путь пройдет по старинному маршруту их дедов и прадедов. А встреча состоится в знаменитом для казаков месте Волчьи ворота впервые. За все 20 лет восстановления казачества мы встретились вот в таком вот составе, в составе, конный переход в честь наших предков, которые своей кровью отставили, чтобы мы сегодня так жили. Натухаевские казаки ждали своих собратьев. И встреча была теплая. Немного пообщавшись, они уже общим строем со знаменем в руках отправились в путь. А в станице они возложат венки к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны и встретятся с юными казачатами. Незаконное потребление энергии – задача, с которой ведут борьбу и весьма успешно юго-западные электрические сети. В прошлом году в зоне ответственности филиала Кубань Энерго расхитители безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии возместили ущерб на сумму 14 миллионов рублей. И претензионно исковая работа продолжается. Ведь такое самоуправство грозит не только значительными штрафами, но и гораздо более серьезными последствиями. Какими нам рассказал директор филиала Кубань Энерго Дмитрий Головаха. Граждане, которые не погасили свою задолженность в установленные сроки, им придется возместить ущерб в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов. Мы предупреждаем всех потребителей, что такие незаконные присоединения снижают стережность системы электроснабжения, ухудшают качество электроэнергии, вызывают перегрузки в сети, провоцируют тем самым аварийное отключение и выход из строя электроприбора у соседей. Кроме того, самовольное подключение к электросетям, безучетное использование электроэнергии может дорого обойтись. Ведь повреждение энергообъектов может привлечь не только к нарушению электроснабжения, но и стать причиной, где были людей. Кубань Энерго просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии 8 800 115 52. Анонимность гарантируется. И к другим темам. Очевидное и вероятное. По пути из Анапа в Москву в поезде родился ребенок. Принимать роды пришлось проводникам и случайным пассажирам. О том, как это было уже спустя некоторое время, наши корреспонденты узнали из первоисточника, от участников тех событий. Юрий Дагаев на железной дороге работает давно. Случалось всякое, но вот роды впервые. Тем не менее, никто не запаниковал, рассказывает Юрий. Ситуация осложнилась тем, что врачи ждали их только на станции города Курска. Поэтому пришлось оказывать женщине помощь самим. По отправлению со станции Щегры, это Курской области, пришел ко мне, подошел проводник вагона номер 3, плацкартного вагона, с издействием о том, что беременная женщина, проезжающая в вагоне, пассажирка, просит помощь. По радиосвязи, а также силам поездной бригады, в поезде нашли пассажирку-медика. Которая, в принципе, и принимала роды при активном содействии поездной бригады. Принимали роды вчетвером, говорит проводник Ольга Резниченко. Двое ее коллег и медсестра, которая ехала в поезде. Роды проходили, как говорится, в походных условиях. И через час мама уже держала новорожденную дочку на руках. Ситуация, конечно, нестандартная. Ну, нас как бы этому учат, на повышение квалификации. Ну, с таким мы еще не связывались. А на станции маму с малышкой уже ждали врачи. Потом проводники узнали, что благодаря именно их помощи ребенок родился абсолютно здоровым. И в завершение выпуска о мероприятиях, которые просто необходимо посетить в эти праздничные дни. 23 февраля в половине девятого вечера возле стелы город Воинской Славы пройдет патриотическая акция, приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Выступать будет Анапский большой сводный хор. Вместе встретить один из главных государственных праздников приглашаются все желающие. Ну, а в 21 час самое красочное событие – небо над Анапой раскрасит праздничный фейерверк. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...